Уже несколько дней в приграничных с Украиной российских областях горят и взрываются нефтебазы, склады боеприпасов, рушатся подъездные дороги. Власти Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей раздраженно говорят о хлопках, а в Киеве намекают, что к снижению военного потенциала Москвы причастна Украина. Далее мы поговорим о том, как война наконец-то дошла и до простых русских людей и почему взрывы в России могут быть как их там нет по-украински, так и попыткой российских коррупционеров скрыть следы своих преступлений. Напомним, проблемы в приграничных областях России возникли еще в марте. Все началось с нескольких пожаров на складах с топливом и запасами. В конце марта в пригороде Белгорода вспыхнул склад боеприпасов. А 1 апреля в том же городе произошел масштабный пожар на нефтебазе, в котором местные власти увидели украинский след. Уже 27 апреля в деревне Старая Нелидовка той же области снова тушили пожар на складе боеприпасов. Кроме того, на днях в российском Брянске целые сутки горела нефтебаза, а в ночи на 27 апреля жители российского Курска слышали хлопки, о которых позже сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В Воронеже, расположенном в 200 километрах от границы с Украиной, тоже произошли два взрыва. Как утверждает местный губернатор Александр Гусев, сработала система ПВО, сбившая разведывательные беспилотники. Видеозаписи зафиксировали старт российской ракеты «Земля-воздух». В Киеве довольно иронично комментируют проблемы в Русском рейхе, который хотел воевать на чужой земле и малой кровью. В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отмечает, что Белгородская, Воронежская и Курская области России тоже начали активно изучать понятие демилитаризации. В этих российских областях периодически горят большие топливные базы, снабжавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее. Как это объяснить? Очень просто. Если вы, россияне, решили массово атаковать другую страну, массово уничтожать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, рано или поздно долги придется возвращать, написал Подоляк. По его словам, при такой интенсивности российского вторжения в Украину, отсидеться не получится. Карма – штука жестокая, поиздевался над врагом чиновник. Несмотря на то, что официальная позиция Киева заключается в непричастности к инцидентам в России, можно предположить, что взрывы на стратегически значимых объектах России произошли в результате влияния внешних сил, дружественных с Украиной, считает соцдиректор программ международной политики и безопасности центра Разумкова Алексей Мельник. Русские разговоры о каких-то хлопках и пожарах по неосторожности не выдерживают и никакой критики. Возникает сразу дежавю с событиями, когда затонул флагман Черноморского флота Москва, на котором был пожар, после чего он затонул из-за большого шторма. Любой очередной инцидент на российской территории или с российским кораблем, который Россия должна публично комментировать, выливается в это сплошное вранье, манипуляции и выкручивания. Они не могут признать действия внешних факторов, говорит эксперт. Он напомнил, что во время атаки на нефтехранилище вблизи Белгорода, видеокамеры зафиксировали два вертолета, на которых не было видно опознавательных знаков. То есть невозможно было говорить о хлопке или пожаре. И России пришлось признать, что это был удар, нанесенный ВСУ. По мнению Мельника, вряд ли на территории России присутствуют партизаны, поэтому реалистичным предположением является работа наших специалистов. Таким образом, сейчас Россия получает бумерангом за включение дурака и их там нет с 2014 года в течение последних восьми лет на Донбассе. С первого дня, когда взорвался склад в Белгородской области, я для себя сказал, что надо говорить россиянам «нас там нет». То есть дать им врать, насколько это возможно, и стоять на том, что пусть докажут, кто это сделал, считает эксперт. Вместе с тем есть и еще одна, заслуживающая внимания, версия причины хлопков на российских нефтебазах и артскладах. Вездесущая коррупция, которая всегда убивала российскую армию. В частности, это касается дефицита топлива, которое в российской армии системно разворовывают. Доходило до смешного. Миллионные контракты получали фиктивные фирмы, зарегистрированные по адресам общественных туалетов. Естественно, в хищениях заинтересованы высшие должностные лица из оборонки РФ. Руководство Минобороны заинтересовано в увеличении оборонных бюджетов, что автоматически увеличивает объемы распила. Коррупция в оборонных закупках, вероятно, подорвала материально-техническое обеспечение армии, а продвижение России в Украине замедлилось из-за нехватки топлива. И это в стране, богатой нефтью и газом. Неэффективный контроль над расходом топлива в российской армии существовал задолго до войны в Украине и исторически создавал возможности для хищений, которые кто-то часто пытается прикрыть такими вот хлопками, как в Брянске. То же касается и разворовывания арсеналов, на которых возникают пожары, списываемые на традиционную рукожопость россиян, отметил эксперт. В конце концов, имеем ли мы дело с профессиональными действиями украинских спецподразделений или сокрытием хищений, в результате есть четкий сигнал российскому обществу. Война касается всех. Все россияне должны прочувствовать, что эта война их не обойдет стороной. Кроме того, объекты, которые были поражены, то есть нефтебаза, склады с боеприпасами, свидетельствуют, что такие действия имеют военный практический смысл. Ведь поврежденные или уничтоженные объекты в приграничных областях России активно использовались российскими военными, которые сейчас ведут боевые действия в Украине. Уничтожаются ресурсы и возможные линии поставки логистики России. То есть, с точки зрения восстановления боеспособности, пополнение запасов того же горючего – это для врага весьма сокрушительные удары. Кроме того, это психологический фактор как для военных, так и для гражданского населения государства-агрессора, которое не чувствует себя защищенным. Кроме того, это эффективная оплеуха системе контроля и системе ПВО врага, если мы предполагаем, что это могли быть, например, атаки с беспилотника. Хотя на данный момент ущерб, нанесенный в известных инцидентах, не столь серьезный, если сравнивать с последствиями от регулярных ракетных ударов России по Украине, он может значительно возрасти уже в ближайшее время. Недаром руководство нашего партнера Великобритании прямо говорит о правомерности ударов непосредственно по территории агрессора, причем именно натовским оружием. Думается, что подарки от наших друзей еще не раз заставят жителей Недорейха испытывать ужас от точных ударов ВСУ, нанесенных по армии агрессора.